Девушки отдыхают Есть ли прощение родителям, которые отказываются от усыновлённого ребёнка в самый трудный для него подростковый период? Что может оправдать такое предательство? Узнаем в суде. Истец, помещение какого размера? Может быть метров сто. Сколько? Сто квадратных метров, маленький вообще магазинчик. Сто квадратных метров за одну тысячу рублей в месяц? Так это же мой отец. Рита – внебрачная дочь владельца бассейна, а Вика – его жена и сестра Риты. Дочь рожает ему внука, а жена – сына. Это путаница полбеды. Настоящая беда пришла со смертью мужчины, который сплёл такую семейную паутину. Когда он повзрослеет, он поймёт, какая-то скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать ещё для этого? Что мне сделать, скажи? Как вернуть сына и помириться с дочерью, если за плечами тюрьма и разрушенная семейная жизнь? С помощью искреннего покаяния и родительской любви, считает отец. Достаточно ли этого? Решит суд. Истцы – Жанна и Василий Леоновы – подают иск об отмене усыновления. Утверждают, что не справляются с воспитанием сына. Ответчик – представитель органов опеки и попечительства – иск не признаёт. Прошу всех встать! Прошу всех садиться. Так, истец, я вас слушаю. Ваша честь, здравствуйте. Я бы хотела, чтобы отменили усыновление, потому что я не справляюсь с воспитанием сына ни морально, ни физически. Я попытаюсь вам сейчас всё объяснить. Дело в том, что 13 лет назад мы с моим мужем… Это ваш супруг, да? Уже бывший муж? Бывший муж, да. Бывший супруг, да? Мы с моим бывшим мужем Василием, мы усыновили мальчика с детского дома взяли, Серёжу. Тогда ему было всего лишь три годика. Это был очаровательный ребёнок. И мы жили довольно счастливо, всё у нас было хорошо. Но вот четыре года назад мы с мужем развелись. И вот тогда Серёженьку просто как подменили. Он очень переживал, что папа нас бросил, что он ушёл к другой молодой женщине. Серёжка, он просто как-то закрылся в себе. Он стал грубить мне, хамить. В школе стал очень плохо учиться. Потом как-то с плохой компанией связался. И знаете, что чем дальше, чем дальше, тем хуже. Потом вообще всё просто покатилось по наклонной. Но вот, к сожалению, Василий, отец, после развода он вообще не приходил. А зачем мне нужно было приходить? Объясни, мы с тобой... Он не общался с сыном. Мы с тобой разведённые люди. Он с ним даже не разговаривал. Я говорю о твоём отношении к ребёнку. Просто откупался деньгами. Моё отношение к ребёнку началось с того, что я после развода сказал его оставить мне. Нет, нет, ты после развода ушёл к женщине, не приходил к сыну домой и даже с ним не разговаривал, а только совал ему деньги и всё. А что? А когда у него появились деньги, тогда появились наркотики. Минуточку. И у Серёжи начались большие проблемы с наркотиками. Ты прекрасно об этом знаешь, какой кошмар я переживала. У Серёжи проблемы начались с тех пор, как ты перестала воспитывать ребёнка. Дело в том, что пока мы жили семейной жизнью, я по роду своей деятельности очень часто отсутствовал. То есть Серёжа был... Да, Серёжа был прекрасный мальчик. Простите, пожалуйста, знаете, я хотел бы уточнение. А вот ваш сын, он вас воспринимает как... Он знает о том, что он усыновлённый? Да. Знает? Да. Но он знает об этом буквально пару лет. Когда все эти дела с разводом... Это случилось так, что мы это озвучили. Ну хорошо, все эти дела с разводом начались. И как он узнал? О чём он узнал? О том, что он усыновлён? Я с ним разговаривал. Зачем? У меня на сегодняшний день совершенно другая семья. И моя жена ждёт ребёнка. Вы разгласили тайное усыновление? Ну, вы понимаете, какая ситуация? Нет, не понимаю. Вы разгласили тайное усыновление. Зачем? Ну, потому что я хотел таким образом расставить точки над «и». А в чём расставить точки над «и»? Что это оправдывает ваш уход? Это не оправдывает мой уход. Вместо того, чтобы заниматься сыном... Он мечтает сейчас. Она с утра до вечера контролирует меня. Она ночует у меня под дверями. Она встречает меня вечером. Ну то есть это нет такого, что здравствуй, привет, привет. Но я вижу, что человек присутствует в моей жизни даже после того, как мы развелись. Если бы было «здравствуй, привет», я бы не ночевала у вас под дверью, извини меня, и не караулила тебя. Только ради того, чтобы ты поговорил с сыном нормально. Потому что вот эти проблемы начались, понимаешь, с саркотиками. Это беда. Это не день и не два, когда начались эти проблемы. Это же надо было помочь. Я ради помощи к тебе только обращаюсь. Естественно, вы сейчас просите отменить усыновление. То есть фактически ребенок должен уехать в детский дом. Вы это понимаете? Я понимаю. Ваша честь, поймите меня тоже правильно. Дело в том, что я всячески пыталась вытянуть его из этой компании. Я устроила его лечиться. Дело в том, что лечение, оно дорогое лечение. И находился он два раза уже в этом реабилитационном центре для наркоманов. Здесь вопрос не решается. Лечился целый месяц. Вы поймите, что это уже взрослый человек. Ребенка просто упустили. Мы просили тебя после развода этим заняться. Я не могу присутствовать в двух семьях сразу. Ну вот в чем проблема. Понимаете, в чем проблема? Ты его даже на порог не пускаешь. Он когда к тебе... Мне не нужен мужик-наркоман. Но дело в том, что я сейчас живу просто как на минном поле. Я иду домой, я боюсь идти. Потому что он часто бывает очень агрессивный. Он стал воровать из дому. Да ладно это, он меня стал бить. Понимаете? Я иду домой, я не знаю. Дома он, в каком он состоянии. Я не знаю. Так, органы опеки, я вас слушаю. Вы знаете, Ваша честь, здравствуйте. Мы давно наблюдаем за этой семьей. Еще с момента усыновления Сережи. Тогда, 13 лет назад, все было прекрасно. Целый год до усыновления они общались с мальчиком. У них были замечательные отношения. Но после того, как возникли личные отношения в семье, конфликт, то, по-моему, родители увлеклись именно этим. И забыли про ребенка. Да, Сережа сложный мальчик. Но он любит обоих родителей. И сейчас, в этот момент, отдавать его в детский дом, мы считаем, что это неправильно. Органы опеки возражают против. Ну, вы возражаете. Но из сыток говорят, мы не будем усыновителями. Мы не справляемся. И основополагающий момент в том, что установлены обстоятельства того, что они не справляются. Понимаете? Не справляются. Понимаем, Ваша честь. Но... А ребенок? У него же тоже раздрайвит душе. Нет, ребенок, понятно, он... Его придется определять в детский дом. И хорошо, если вы найдете где-то там попечителя, например, для него. В таком возрасте очень сложно. Определите его в приемную семью. Ну, мне... Там какие-то действия... Боющихся. Действия вы совершите. Да, конечно. Исполнится ребенку в 18 лет. Он станет свободным. И обязательно придет к своим бывшим маме и папе. Обязательно. Все непременно. И задаст им вопросы. Как это обычно бывает. И какой же вопрос он задаст? Почему? Его предали. Вот и все. Предали? Конечно. Потому что для детей это предательство. Тем более он столько времени рос у вас. Он вдруг ни с того, ни с сего. Мама с папой расходятся. Папа еще, ну, совершая уголовно наказуемое деяние, разглашает тайное усыновление. Органы опеки, ваше заключение. Передайте, пожалуйста, через судебный вопрос. Наше заключение? Мы возражаем все-таки. Нет, ну вы возражаете. Ну как? Ну как? Да, понятно. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Скажите им, пожалуйста, уважаемые родители, а вы Сережу-то любите? Нет, судя по всему, нет. Я посмотрела... Вы считаете, что семьи расходятся на пике любви? Так, суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Истец, помещение какого размера? Может быть метров сто. Сколько? Сто квадратных метров, маленький вообще магазинчик. Сто квадратных метров за одну тысячу рублей в месяц? Угу. Так это же мой отец. Что за странная штука? Завещательный отказ. То, что получено внуком по завещательному отказу, стоит больше того, что получено сыном, наследником всего имущества. В чем смысл? Узнаете в суде. Когда он подрослеет, он поймет, какая-то скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать? Еще не этого. Что мне сделать, скажи? Можно ли простить отца уголовника, если по его вине дети попали в детский дом? Нельзя, отвечает дочь, вспоминая шокирующие факты семейной трагедии. Можно, считает несовершеннолетний сын после встречи с папой. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования суд, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, проведя процесс с обязательным участием прокурора, рассмотрев все представленные документы, выносит решение об отмене усыновления 16-летнего подростка и передает его на попечение органов опеки и попечительства. Суд взыскивает с каждого из бывших усыновителей алименты в размере одной четверти заработка ежемесячно на содержание ребенка до достижения совершеннолетия. Суд отменяет усыновление, потому что фактически оба усыновителя отказываются от выполнения принятых на себя обязанностей родителей. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Также суд хотел обратить внимание в вас, что суд выделил в отдельное производство и передать правоохранительные органы ту часть судебного заседания, которая касается факта разглашения тайны усыновления, поскольку у нас тайна усыновления охраняется законом. Лица, виновными действиями, которые совершили разглашение этой тайны, подлежат привлечению к уголовной ответственности. В данном случае эту квалификацию будут давать уже правоохранительные органы. Суд огласил решение. Дело закрыто. Прошу всех встать. Спасибо. Решение суда. Иск удовлетворить. Единственное, о чем я хочу сказать, не делайте Сережу больным. Он абсолютно здорованный мальчик. Дело в том, что наркоманией и алкоголизмом люди спасаются как бегство. Но до тех пор, пока человек не захочет стать сильным, сильным его не сделает никто. Конечно, мы понимаем, что в этой семье для Сережи нет перспектив. Мы постараемся подыскать ему новую семью или хороший детский дом. Судья Елена Дмитриева. Я не могу сказать, что я ни мать, ни женщина. Но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее». Прям ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Взрослые не в счет. В тусах семейных там по колено, я не знаю, ходят. Да я тебя сейчас задрушил. Вот, ты ходишь, капоти твои. Теперь только дети. Они наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил. Вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Не с проблем, мужики. Законодатели в растерянности. Но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас бошечку отверчу. Истец Маргарита Голубева требует выполнить завещательный отказ своего отца. Ответчик Виктория Савельева – законный представитель несовершеннолетних, летнего Петра Савельева. Иск не признает. Савельева Савельева – законный представитель несовершеннолетнего Савельева Петра Константиновича. И также вы представляете по доверенности Савельева Глеба Клементьевича. Правильно? Да. Ответчик, вашу доверенность, пожалуйста, и свидетельство о рождении ребенка через судебного пристава. Угу. Пожалуйста, ваша честь. Пожалуйста, истец. Да, ваша честь, я дочь покойного Клементия Савельева. И обратилась к требованиям о исполнении завещательного отказа, да, предусмотренного в завещании моим отцом. Ну, объясню все по порядку, всю ситуацию. Дело в том, что мои родители, они не были расписаны. Вот. Но, тем не менее, отец меня признавал как дочь. Вот. А он помогал и мне, и матери. Простите, истец, что такое признавал? Он меня не удочерял. Вот. Но, тем не менее, у нас сложились такие отношения, что он ко мне относился как к родной дочери. Вот. А вы совместно проживали, простите? Ну, некоторое время. Ну. Простите, он был женат на вашей маме? Да. Он был женат на вашей маме, а потом брак был расторган. Да. Когда он был женат на вашей маме? Подождите, ответчик, ответчик. Так был женат или нет? Нет, официально он не был женат, они были в гражданском браке. То есть, в данном случае они просто совместно проживали. Ну. И вы, истец, в круг наследников ни вы, ни ваша мама не вошли? Нет. Почему? Есть же завещание. И в соответствии с этим завещанием есть, соответственно, завещательный отказ. Да. В чем он состоит, этот завещательный? Сейчас я объясню. Мой отец являлся владельцем большого бассейна. На территории этого бассейна мне была предоставлена площадь под магазин. После смерти отца в завещательном... В каких условиях эта площадь была предоставлена? Ну, там взывалась минимальная арендная плата. Да. И был договор на условиях аренды. Да, был договор. Да, у меня все есть. У меня есть все документы. У меня есть завещание. У меня есть договор аренды. Все у меня есть. Соответственно, после того, как отец умер, бассейн перешел по наследству его сыновьям, да, Глебу и Петру. Это сыновья от первого и второго брака. Вот. А в то же время в завещании он указал требования о сохранении под мой магазин площади, да, занимаемой мной на данный момент. Вот. И также тех же условий, на которых я эту площадь занимала. Вот. На условиях аренды. Да. На условиях аренды. Да. Ну, именно сохраним именно тех условий, на которых мы договаривались с ним. С наследу датей. Так, завещание мне дайте. Вы излагаете свое какое-то собственное видение этого завещания. Так, дальше. Говорите. После смерти отца моя сестра Вика, да, и Глеб, его старший сын, вот, они стали меня выживать просто. Из, ну, как бы, из моего магазина. То есть они переделали договор аренды и поставили мне такую, как сказать, такую арендную плату, которую я, ну, как бы финансово не могу никак вытащить. Потому что я одна, да, у меня есть сын, которого я тащу на себе. Вот. У меня нет мужа. Теперь у меня даже нет отца. Он всю жизнь мне помогал. То есть он всегда меня поддерживал. Я не прибедняюсь, это так и есть. И как только отец умер, соответственно, вот моя сестра и вот его сын от первого брака, они сразу налетели на меня, как коршунь, и давай меня выживать оттуда. Есть завещание, которым прописано, да, то есть где указана воля отца, чтобы сохранить за мной вот эту площадь, да, под этот магазин, на тех же условиях, на которых мы договаривались. Они этого не соблюдают. Они не хотят этого соблюдать. Не может быть в завещании, и этого нет в завещании, на условиях, на которые договаривались. Потому что договаривались это устно, а договор аренды всегда только в письменном виде заключается. Там написано условие сохранить договор аренды. Договор аренды они как бы сохраняют, но получается на таких условиях, что я не могу просто... Собственник имеет право пересматривать размер арендной платы? Ну, я не знаю, но, наверное, есть, но так как изначально собственник-то был другой, я платила тысячу рублей в месяц. За метр? Нет, это вот за помещение, вот за это все. Тысяча рублей, копейки. То есть это была минимальная плата, потому что отец, в отличие от тебя, он не планировал на мне зарабатывать, понимаешь? А это у тебя все купи-продай. Истец, помещение какого размера? Ну, там небольшое помещение, ну, может быть, метров сто где-то. Сколько? Сто квадратных метров, маленький вообще магазинчик. Ну, там небольшое, там дело даже не в магазине. Истец, подождите, сто квадратных метров за одну тысячу рублей в месяц? Угу, так это же мой отец, я же нигде-то там... Да подождите, истец, ну, еще раз, я же сейчас не об этом говорю. О том, что завещательный отказ, поскольку вы пришли в суд и требуете исполнения завещательного отказа. Это означает, что наследники не исполняют волю наследодателя, то есть не исполняют то, что написано в завещании. Но в любом случае завещательный отказ, он должен еще быть реализован. Ну, ведь давайте я напишу завещательный отказ. Я предписываю моим наследникам, они получат все мое наследство, если полетят на Луну. Правда? Ну, еще раз, уточните исковые требования. Вы требуете исполнения со стороны наследника в полном объеме завещательного отказа. А именно, сохранение за вами, да, площади, занимаемой там торговым помещением в размере 100 квадратных метров, с чем дальше? С сохранением ставки арендной платы? Да, да. В размере 1 тысячи рублей в месяц? Да. Хорошо. Пожалуйста, Отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, это на самом деле крайне смешная цифра, и вы тоже это понимаете, да? 1 тысяча рублей за 100 квадратных метров. На сегодняшний день снять помещение в нашем городе за такую цифру вообще невозможно, даже какой-то маленький киоск. А у нее там огромный магазин, там у нее что только не продается, и велосипеды, и сноуборды, и лыжи, и санки, и коньки, вот такой вот огромный магазин. То, что оно там стоит, это не значит, что оно продается, ты прекрасно знаешь, что вырычки сейчас упали. Слушай, на 100 квадратных метров можно там все, что угодно разместить. Можно что угодно разместить. Только вопрос, вопрос, ответчик, 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 естественный ответчик, еще раз. Вы завещание не оспаривали? Мы завещание, я завещание не оспаривала. Не оспаривала. Текст завещания помните? Что мы обязаны соблюсти условия, которые были... При жизни. Да, при жизни. Значит, мы тогда с вами берем за основу что? Договор аренды, который был при жизни наследодателя. Да, но, к сожалению, на сегодняшний день вот такая вот сумма минимальная в тысячу рублей, она крайне невозможна. Почему? Потому что она не рыночная. Еще раз. Я даже вот предоставила, взяла распечатку. А при чем здесь завещание и рыночная стоимость? Причем здесь завещание и рыночная стоимость? Мы не можем, Маргарита, на сегодняшний день, вот наследники... Почему, ответчик, почему? Ну, потому что я на сегодняшний день осталась одна растить ребенка. И бизнес на сегодняшний день тоже не дает таких огромных... Ращу ребенка одна. Истец. Я в такой же... Истец. Дай договорить мне, пожалуйста, где одна, где одна бассейн, который приносит прибыль, в отличие от моего магазина, который то есть прибыль, то нету прибыль. Истец, истец, истец. И на сегодняшний день бизнес не дает таких плодов, как... То есть, ответчик еще раз. Значит, в данной ситуации вы подтверждаете, что вы виновны и не исполняете завещательный отказ. Да, но мы его не выполняем, потому что мы не можем выполнять его на тех условиях при жизни Климентия Семеновича. Почему? Откажитесь от наследства. Отказаться от наследства я тоже не могу, иначе как я буду растить своего ребенка? Ну, простите, ответчик, если наследодатель сделал завещательный отказ, правильно, написал, что вы можете пользоваться... Ну, вот если перевести на русский язык, то вы принимаете наследство и пользуетесь им, используете это ваша собственность, при условии что? Да, что при условии что? И дальше это называется... Ваша честь, но любой бизнес должен приносить прибыль, и для того, чтобы он приносил прибыль... Отвечу, то есть вы подтверждаете в данной ситуации, что вы не исполняете завещательный отказ. Мы не в состоянии на сегодняшний день исполнять. Да почему не в состоянии-то? Ну, потому что этот бизнес не приносит. Потому что они просто не хотят. Исец, я не с вами разговариваю. Нам проще сдать это помещение 100 квадратов, получать нормальную прибыль. Нет, я не спрашиваю вас, что вам проще. Я спрашиваю, почему вы не исполняете? Все нутро у тебя такое. Исцент, финансово мы не можем на сегодняшний день выполнять условия. Иначе этот бизнес пойдет просто в минус, и мы абсолютно... А раньше не шел в минус? Нет, при жизни Климентия Семеновича все было в порядке. И я не могу сказать, потому что я не занималась этим бизнесом тогда. Этим бизнесом занимался мой муж. Сейчас он перешел ко мне в руки. Я только начинаю в нем разбираться. Откажитесь. Нам тогда с Петром будет не на что жить. И мне придется так же идти в киоск работать, и мой Петр будет грызть морковку. Ну, подождите. Наследодатель почему-то это написал? Ну, он это написал потому, что я же сама попросила на определенных условиях, на хороших условиях, Маргарите, организовать это помещение. Потому что они, между прочим, 13 лет не разговаривали. И это неправда, что Клименти тебя любил. Мы не обсуждаем, почему составили такое завещание. Каждый имеет право составить завещание так, как он считает это необходимым. И в пользу тех лиц, которых он считает необходимым указать в завещании. Мы это не обсуждаем. Это бизнес. Для того, чтобы пользоваться наследством, нужно, чтобы он приносил прибыль. А в данной ситуации он приносит какой-то прибыли. Ты понимаешь, есть завещательный отказ. Но мы не будем жить в этом бассейне. Бассейн для того, чтобы он приносил нашей семье. И Климентий, он жил и работал для того, чтобы его сын на сегодняшний день, после его смерти, мог нормально существовать. Ответчик, ответчик. А я, по-твоему, что вообще так это мимо что-то проходила? А ты ему абсолютно никто. Ты на самом деле проходила мимо. А где наказательство того, что это твой отец? Если бы никто, он бы не относился ко мне так. Истец и ответчик. Ну, это помогать можно хоть кому-то. И, между прочим, сына моего, он считал внуков. Истец и ответчик. Я относился ко мне, соответственно, неправда. Истец и ответчик. Суд второй раз говорит вам, что мотивы составления завещания в пользу тех или иных лиц в данном судебном заседании обсуждаться не будут. Потому что она постоянно манерпытается. В последний день рыночная ситуация в каком-то некрасивом свете. Она изменилась. Я не могу соблюдать. Она бедная, несчастная. Далее в программе. Когда он повзрослеет, он поймет, какая это скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Как вернуть сына и помириться с дочерью, если за плечами тюрьма и разрушенная семейная жизнь? С помощью искреннего покаяния и родительской любви, считает отец. Достаточно ли этого, решит суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, заявленные исковые требования удовлетворяет в полном объеме и выносит решение об обязании ответчиков исполнять возложенный на них завещательный аскад, то есть предоставить в пользование истиции часть площади спортивно-оздоровительного комплекса, которые ранее принадлежали наследодателю. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что умерший возложил на ответчиков, как на своих наследников, завещательный отказ, а именно, обязал их предоставить истиции в пользование часть площади, предлежащей ему ему спортивно-оздоровительного комплекса на условиях, которые предоставлялись ей при жизни. Это отражено в завещании, частью которого является завещательный отказ. Сам завещательный отказ полностью соответствует требованиям части 1 статьи 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данное завещание не отменено, не изменено наследодателем, поэтому оно обязательно к исполнению его наследниками. Исполнение завещательного отказа является обязательством наследников по отношению к отказополучателю. Обязательства должны исполняться надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательства. Поэтому наследники умершего независимо от их имущественного положения обязаны предоставлять истицы в пользование на прежних условиях часть площади, перетшедшей в собственность наследников от наследодателя. Закон в данном случае защищает волю наследодателя. Если возникают проблемы какого-либо имущественного характера, и наследники придут к тому, что они будут продавать данное имущество, которое обременено завещательным отказом к новому собственнику имущества, перейдут обязанности по завещательному отказу. То есть новый собственник имущества вновь будет обязан предоставлять в пользование истиции часть площади спортивного комплекса на прежних условиях. Ответчик, вы все время путаете наследственные права, в данном случае с экономикой. Это очень разные вещи. Это разные, это разные, я вам сказала. Это вот как про Луну, вы говорили, вот это аналогично. Ответчик, ответчик, еще раз. Мне аналогично. Это наследство, понимаете, в чем дело? Это наследство, оно вообще не всегда подходит под законы экономики. Это другое. Оно даже, знаете, в гражданском кодексе живет своим собственным томом, третьим томом гражданского кодекса. Поэтому, когда наследники начинают принимать наследство, они смотрят конкретно. Они могут вообще содержание этого наследства потянуть. Они готовы его обслуживать. Что произойдет, если они будут его продавать и так далее, и так далее. Поэтому здесь, в данной ситуации, когда даже вы будете продавать этот свой бизнес, он будет обременен завещательным отказом. А вы, приняв это наследство, обязаны исполнять завещательный отказ. В тот момент, когда вы принимали это наследство, вы имели право оспорить эту часть завещания. Вы этого и сделали. Вы приняли этот отказ в данной ситуации, приняли наследство. Вы стали собственниками этого комплекса оздоровительного. Вы обязаны исполнять завещательный отказ. Истинственный ответчик, суд огласил свое решение, дело закреплено. Решение суда. Иск удовлетворить. Отец любил меня и моего сына. И сделал все для того, чтобы мы были счастливы. И никто не вправе нарушать его последнюю волю. Я вообще возмущена. Ну и свинью же мне муж подложил. Всю жизнь тащил Маргариту у себя на шею, и сейчас посадил ее на шею ко мне. Что с этим делать, я абсолютно не знаю. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Скажите ли, это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение трехсот дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что, что за три тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Борис Черняев подает иск о восстановлении в родительских правах. Ответчик Светлана Черняева против иска возражает. Заявляет, что не отдаст брата отцу-уголовнику. Случается дело Черняева Бориса Валентиновича с требованиями о восстановлении в родительских правах. У нас также присутствует третье лицо представителей органов опеки и попечительства, который будет давать заключение по существу дела. Присутствует сын, вы как заинтересованное лицо, в отношении которого будет приниматься решение. И ответчиком у нас является Черняева Светлана Борисовна. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я обратился в суд и хочу, чтобы меня восстановили в родительских правах, которых я был лишен в связи с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Я освободился 7 месяцев назад. Я все осознал и хочу, чтобы мой ребенок, мой сын сейчас находился со мной. Ну и не только он, это моя дочь. Он больше не будет твоим сыном, я не позволю просто этому даже. И хочу восстановить меня в родительских правах на законных основаниях, чтобы я мог участвовать в судьбе и воспитании своего ребенка. Какой срок вы отбывали, скажите, пожалуйста? 6 лет. И вы сейчас имеете место работы? Имея постоянную работу, я устроился водителем. У меня есть место жительства, доставшееся мне наследство от моих родителей за время отбывания наказания. Моя мама тоже, не выдержав такой, так скажем, истории со мной, оставила мне квартиру двухкомнатную, где есть место и для дочери, и для сына. Не называй меня даже больше так. Посмотрите, в общем, в тюрьме сразу такой хороший, не верьте ему, он на самом деле не такой человек. Он очень плохой человек. Не со стороны администрации, там, я соблюдаю всю законность. Простите, пожалуйста, ответчик, а вы опекун, да, я, как я понимаю, опекун. А ваш брат-то с той стороны находится, не с вами? Понимаете, дело в том, что брат, поскольку маленький, он еще не понимает полностью все ситуации. Этот человек убил мою мать, покалечил мою бабушку. Ответчик, ответчик, ответчик. За то, что было, я уже понес наказание, за все ответил. Я тебе больше вообще не верю, я не хочу даже тебя служить, даже свою правду, которую ты говоришь, Якова. Я сделал все для того, чтобы ты меня противил. Что ты сделал? Ты ничего хорошего вообще не сделал. Будьте добры, пожалуйста, мне свидетель, документы на квартиру, на дом или на квартиру, на квартиру, да? Да, и справку о ваших доходах через судебное убийство. Есть справка о доходах, есть справка о квартире, свидетельство о к ней. Да, органы опеки, пожалуйста. Да, Ваша честь, спасибо. Ну, в рамках данного дела мы обстоятельно изучили все нюансы. И в первую очередь начали с того, что изучили жилищные условия нашего истца. У нас есть акт осмотра его жилья. У него хорошая двухкомнатная квартира. Одна комната у него полностью оборудована для проживания ребенка. Там есть абсолютно все. И книги, и мебель, и одежда, и игрушки, компьютер. Но, наверное, в данной ситуации это не совсем самое главное. Буквально в первые дни после освобождения из мест заключения истец обратился в органы опеки с просьбой помочь ему восстановить его родительские права, чем, в принципе, вот последние семь месяцев он и занимается. Ну, и со своими детьми он всячески пытался наладить контакт, общение. И вот, как мы видим, со своим младшим сыном, с Ромой, ему это удалось. У них хорошие взаимоотношения. Мы неоднократно общались с истцом. И, в общем-то, пришли к выводу, что действительно, он очень сильно раскаивается в содеянном. Это ничего не меняет все равно. Вы понимаете, человек не изменится уже никогда, какой бы он ни был. То, что он совершил свое накопание, он уже понятен. Я хочу, чтобы вы рядом были. Никто с тобой рядом не будет, особенно он. Я просто этому не позволю даже быть. Так ты вообще не позволяешь ничего. Ты вообще должен еще сидеть. Ты моя дочь, ты моя кровь. Я, может, тебе вообще не дочь? Забудь меня просто. Ну, ты по документам и по крови. Тут уж никуда не денешься. Да мне плевать вообще, кто я теперь тебе. Вообще все равно. Мне что еще сделать? Я заберу Ромку себе, чтобы он даже с тобой не виделся. Ты понимаешь, я искупил. Я искупил, я все осознал. Я тебе не верю, вообще, рот свой закрой. Ответчик, ответчик, ответчик. Ну, Ваша честь, вы видите ситуацию, которая в то... Но в то же самое время ребенок, в общем-то, хочет проживать именно с папой. И в данной ситуации органы опеки встали на сторону ИСА и просят иск удовлетворить. Ваша честь, извините, но он убил мою мать. Как я должна к нему вообще относиться? Если он заберет Ромку, что то же самое будет, я еще и должна и брата потерять? Или что? Нет, что значит то же самое будет, понимаешь? Да ты пьешь постоянно, что будет? Я не пью. Это потому, что ты только вышел. Я уже не пью на протяжении семи лет практически. А пью я, ну, мало ли что было. Ты еще была маленькая. Каждый день ты пил, это мало ли что было? Я все делал для того, чтобы была семья. Чтобы вы были счастливы. Я видела каждый день, что было дома. Я видела каждый день, как ты избивал, мать. То, что ты видела, это, может, были порывы, там, или еще что-то. Я все хорошо помню. Очень все хорошо помню. Хоть мне было и 15 лет. Ты пойми, я исправился. Но мне до сих пор эта картина перед глазами. Ты думаешь, я тебя буду прощать? Нет. Доченька, я исправился. Я другой человек. Я совершенно другой человек. У меня мир поменялся, у меня жизнь поменялась. У меня все другое. Как можно измениться за 6 лет? Никак. Человек не меняется в тюрьме. Абсолютно. Как ты можешь меня и его взять и разлучить теперь? Легко. Меня и так разлучили, меня лишили всего. Он еще маленький, он не понимает просто какой-то. Ты для него пока хорошим может быть. Но когда он повзрослеет, он поймет, какая ты скотина. Я люблю тебя, я люблю сына. Что мне сделать еще для этого? Я не верю. Что мне сделать, скажи? Чего я не делал? Вот не бил обратно в тюрьму и сиди там. Ответчик, ну вы считаете, что органы опеки заблуждаются, ошибаются? Конечно, ошибаются. Ну, вы понимаете, вообще я против, чтобы ему... Подождите, ну, ответчик. Чтобы органы опеки поддержали восстановление в родительских правах в отношении лица, который отбывал наказание, это значит, что органы опеки, это их позиция подкреплена, понимаете, определенного рода доказательствами. Ну, вы понимаете, я боюсь отдавать своего брата ему. Он избил мою мать настолько, что она получила черепно-мозговую травму, а бабушка сломана рука и шейка бедра. Будьте добры, пожалуйста, ваше свидетельство о рождении, свидетельство о смерти вашей мамы и о назначении вас опекуном. Так, давайте сначала вас, да? Как вы относитесь к тому, что папа может быть восстановлен в родительских правах? Ваша точка зрения. Ну, я думаю, это надо его поставить в родительских правах. Я, в принципе, буду не против, чтобы он был моим отцом. Потому что он и есть мой отец, и я хочу с ним жить. Ваша честь, он еще маленький, он не понимает просто. Я все прекрасно больная. Вы знаете, вообще законодатель... Зачем ты настраиваешь его? Зачем ты его делаешь? Ответчик законодатель решил по-другому. И обязанность опрашивать ребенка установлена с этого возраста. У меня обязанность такая, понимаете? Вы считаете, что тот, кто законы пишет, ничего не соображает в отношении возраста? Я просто боюсь его отдавать. Света, ты что, куда его отдаешь? Тебе. А как вы считаете, почему ваша сестра так волнуется? Почему она так переживает? Я думаю, что моя сестра волнуется из-за того, что папа убил нашу мать. Вот. Ударил ее, и из-за этого мать умерла. И поэтому она боится, что отец так же сделает со мной. Но я думаю, что отец изменился и стал более лучше. Что он не такой плохой, как был раньше. Но дело в том, что если ваш папа будет восстановлен в родительских правах, то вполне закономерно возникает вопрос о том, с кем вы будете проживать. Ведь ваша сестра еще выполняет функции опекуна. Разве вам плохо было жить с сестрой? Нет. Но мне хочется с отцом, потому что мне с ним... Я же тебя с детского дома забрала, где мы с тобой вместе были. Ответчик, 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 ответчик. Что он в детском доме? Рыбалка он с тобой пойдет. Уважаемое заинтересованное лицо. Больно ему нужна твоя рыбалка. Я о нем заботилась, пока ты сидел. Никто другой. На мне вообще вся ответственность была. Абсолютно вся. Я работала, чтобы его вытащить оттуда. Ответчик, истец и органы опеки. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что опрос свидетеля нужно проводить в присутствии заинтересованного лица или без него? Исходя из интересов ребенка? Ну, вы знаете, наверное, исходя из интересов ребенка, лучше, наверное, ему не присутствовать. Не присутствовать, да? Я прошу вас покинуть зал суда, я вас потом приглашу. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетели истца, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Хатинцева Ирина Викторовна. Являюсь подругой умершей матери детей и бывшей жены Бориса. Я хочу заступиться за Бориса, поскольку в этой трагедии, которая произошла в этой семье, виноват не он один. В этой трагедии, в общем-то, есть, по большому счету, вина самой бывшей жены Бориса. Что вы вообще такое говорите? Проблема была в том, что она изменила ему. Ваша честь, это вообще неправда. У нее был любовник. Я все знаю, потому что я все видела. И она хотела развести... Зачем вы так говорите? Вообще молчите. Светуль, послушай меня, пожалуйста. Тебя оберегали от этого всего. Борис всячески препятствовал этому. Он очень сильно переживал за детей и старался сохранить семью. Его жена ему пообещала, что она с ним больше с любовником своим видеться не будет. Но это все вновь и вновь продолжалось. В общем, его терпение не закончилось. Вы давали показания в уголовном процессе? В уголовном процессе я показания не давала. Я сегодня пришла сюда для того, чтобы прояснить картину. Я не хотел. Вы не хотели. Я не хотел. Я вообще все это забыл. Я не хочу даже к этому возвращаться. Но мне приходится, поскольку я хочу вернуть и доверие дочери и сына. Борис был в шоке от того, что он видит, что семья разваливается. Он ничего поделать с этим не может. Он стал выпивать, естественно, стал агрессивным. И последней точкой это уже были кулаки. Это неправда. Бабушка попала, Света. Бабушка была, кстати, на стороне отца. Я тоже в этом верю. И он ненамеренно ее ударил, оттолкнул ее совершенно ненамеренно. А вы его, походу, и не подруга совсем. Девочка моя, твоя мама была моей любимой подругой. Ты понимаешь? И поэтому ты его прикрываешь? Я хочу тебе объяснить, чтобы ты поняла. Для того, чтобы ты посмотрела на него другими глазами. Какими другими глазами? Когда у меня матери больше нету. Какие другие глаза? Что ты вообще несешь? Ответчик. Ответчик. Так, судебный приступ. Так, верните, пожалуйста, заинтересованное лицо. Заинтересованное лицо войди. Ну, вообще, странно мне ваша позиция, на самом деле, истец. Потому что такие существенные показания, которые могли прозвучать в уголовном деле. Вы же сами понимаете, что допрос свидетеля, вынесение приговора могло вообще производиться без детей, по вашей просьбе. Мне не очень ваша позиция понятна. Ваша честь, я до последнего пытался сохранить свою семью. До последнего боролся с этим. Ну, конечно, я виноват и на сто процентов, потому что присутствовал алкоголь. И он постоянно у него был алкоголь. Суд удаляется для принятия решения. Следующие программы. Могут ли у ребенка быть два юридических папы? Получается, могут быть. Все во имя светлого будущего дочери. Таков девиз самоотверженной матери. Женщина готова врать, нарушать закон, убивать. Только бы у ее дочери была крутая квартира с дизайнерским ремонтом. Вот я даже рисовала рисунок на ней мамы и вся моя семья. Нам в школе рассказывали про мать Терезу. И вот я считаю, что моя мама лучше, чем мать Тереза. Что нужно матери? Орден родительской славы или льготы, которые к нему прилагаются? И почему чиновники отказываются награждать мать десятерых детей? У меня есть договор, что мы составили брак фиктивно. Да, Ваша честь, у меня нетрадиционная сексуальная ориентация. Я считаю... То есть, о чем у вас договор о фиктивном браке? О фиктивном браке. Спокойно воспринимать это невозможно. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, опросив в качестве представителей органов опеки и попечительства, приобщив его заключение к материалам дела, заявленные исковые требования удовлетворяет и выносит решение о восстановлении отца ребенка в родительских правах и о возврате 11-летнего сына отцу. Суд восстанавливает отца ребенка в родительских правах, потому что отец после трагедии, которая произошла по его вине, вернувшись из мест решения свободы, наладил отношения с 11-летним сыном, имеет работу, заработную плату, у него хорошие жилищные условия. Суд учел мнение 11-летнего сына, который согласен на восстановление отца в родительских правах, так как восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, возможно только с его согласия. Суд также разъясняет, что после того, как данное решение вступит в законную силу, органы опеки и попечительства будут обязаны освободить ответчика от исполнения обязанности опекуна. Естественно, ответчик, суд огласил свое решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. В данном случае ваш папа восстановлен в родительских правах, и вы можете проживать совместно с папой. Это вам понятно, да? Дело закрыто. Хорошо, всех встань. Решение суда, конечно же, правильное. Восстанавливать отцовство, хотя и так отец. Сказать, что я доволен, ну, это недовольство, скажем так, справедливое решение. Самое главное вернуть доверие, вернуть то, что было. Вернуть дочь. Сына я уже вернул, хотя она была со мной. Спасибо, судья. Чтобы там не решил суд, я ему все равно не верю. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить. Она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете? А она хочет меня и у нее забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда спрыгнуть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. Счастье, моя бочка подошла к моему сыну. Она положила его в сумку, вынесла его по мойным ящикам. И ребенок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». С понедельника по пятницу на нашем телеканале. А бабушка сказала, что ты мой папа. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее».